Много необычного нашла, а свечи для простаты, это от тампона упаковку и теперь вот резервативы. Нет, оков добра я много находила. Вопрос, у кого поднимется рука бросить средства личной гигиены в красивейшем лесу возле уникального озера, риторический. Одно из популярнейших и самых любимых мест отдыха сотен и даже тысяч людей, достойно того, чтобы после отдыха люди забирали следы своей жизнедеятельности и вывозили в предназначенные для мусора места. Но из года в год здесь, в окрестностях лесных озер, мусор скапливается за лето и ничего не меняется. Сколько нужно человек? Чтобы брать один космос. Территорией вокруг озер Сегзинского, Черненького, Ласковского большая уборка не ограничилась. Сразу в нескольких точках города одновременно активисты и просто желающие поучаствовать в акции рязанцы привозили в порядок места, до которых не добираются коммунальные службы. Каждый год весной и осенью активисты собираются в разных точках нашего города и проводят уборку. Собирают все, что после половодия разнеслось и все, что накоплено за период летнего сезона. Собираем, вывозим, делаем мир вокруг чище. Приглашаем всегда максимальное количество участников для того, чтобы убрать целиком всю Рязанскую область и чтобы у нас везде было чисто, куда мы не посмотрим. Речка Лыбедь у Кремля – прекрасное место для прогулки, но, к сожалению, одно из самых засоренных мест города. Здесь группа рязанцев проводит уборку дважды в году. Рязанский экологический альянс максимально старается показать, что эта возможность есть, что два раза в году происходят эти уборки весной и осенью. Есть несколько точек в Рязани. У каждой точки есть свой координатор с телефонами, с мешками, с пакетами, с этими самыми перчатками. Можно приехать, прийти, может быть, где-то рядышком с кем-то, с чьим-то домом можно прийти, поучаствовать и какую-то пользу принести. И состояние очень приятное после этого. Несмотря на то, что мы копаемся в грязи с этими ужасными перчатками и пакетами, состояние радостное, потому что мир немножечко чище становится. Люди объединяются, с детишками приходят. Приходят с детьми, и ребятам явно по душе принимать участие в таких взрослых, очень важных делах. Многие, наверное, читали рассказ Антуана Экзуперия «Маленький принц». Если хочешь порядка, начинай с себя, со своей комнаты дома, ближайшего участка какого-то. Так что, в общем-то, только для того, чтобы делом проявить свою любовь к своей родине. Со мной ребенок, который активно участвует в этой деятельности. Ну, во всяком случае, не сборы мусора, но я считаю, что своим примером нужно воспитывать детей. Поэтому, пусть пока он мусор не собирает, но пусть видит, как это делают другие взрослые. Убирали в субботу и в парке Беляково, Кузьми-Навраг на улице Березова. Там, к слову, организовали раздельный сбор мусора, а также железнодорожный переход на 203-м километре. Эра традиционно обеспечивает всех добровольцев необходимой атрибутикой – мешками, перчатками, а также организовывает вывоз собранного мусора.